Открытие фестиваля «Время молодых» началось с проходки по центральной площади и построения команд. Коллективы выходили в театральных масках. Такое новшество было организовано в рамках года театра. Молодежные команды и творческие коллективы были рады вновь оказаться на таком мероприятии. Поприветствовала и пожелала удачи участникам ведущий специалист Комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации Белаярского района Светлана Юрьевна Близнякова. «Хочу сказать, рада видеть старых друзей, рада познакомиться с новыми людьми. Надеюсь, что этот фестиваль привлечет еще много других ваших сторонников. Пожелаю всем сегодня хорошего настроения, солнечной погоды, ну и главное позитива, потому что это фестиваль. Наслаждайтесь, получайте удовольствие. С праздником вас!» А после начались спортивные состязания. Это и пляжный волейбол, и велотриал, и стритбол, а также соревнования по рукопашному бою. Новым соревновательным направлением стала степ-аэробика. Победы и поражения не обошли никого. Команды выступили достойно и показали, на что способны. «Для любого спортсмена соревнования – это важный процесс его подготовки, поэтому все спортсмены стараются чаще выезжать на соревнования. Если выпала такая возможность, мы всегда рады принять участие, зарядиться положительными эмоциями, встретиться с друзьями». «Все, в принципе, отлично было проведено, понравилось открытие. Ну и остальное я еще не успел посмотреть, так как участвовал в соревнованиях». Конечно, важной и неотъемлемой частью фестиваля стало творчество. Не обошлось без традиционной уличной фотовыставки «Сушка». Жители районов всегда активно принимают участие и борются за победу. А также каждый старается одержать победу в творческом конкурсе «Талантливый я». Например, коллектив «Южин» каждый год приезжает на фестиваль из поселка Андра и покоряет всех своей хореографией. «Вообще очень нравится, потому что фестиваль грамотно организован. И здесь очень интересно во всех направлениях, то есть спорт, творчество, искусство и так далее. Очень нравится нам. Поэтому каждый год сюда ездим, принимаем активное участие во всех сферах географии». Кроме этого был организован конкурс «Хедмейд», в котором приняли участие талантливые жители районов. Наталья Дмитриева из поселка Перегребное занимается своим любимым делом на протяжении года. Ее хобби – скраббукинг. «Знаете, я все время хотела что-то делать, что-то делать руками, чтобы можно было пойти в гости к другу, подарить какую-то уникальную штучку, и чтобы это были не просто деньги, не просто подарок из магазина, чтобы человек брал в руки и вспоминал меня, ему было приятно». На закрытии фестиваля были вручены 11 наград за победы в творческих конкурсах и спортивных состязаниях, подарки от учредителей и соучредителей фестиваля, а также специальный приз жюри за лучшую театральную маску. Завершился праздник танцевально-развлекательной программой «Время молодых». Анастасия Бокова, Юрий Орлов, «Время новостей», Белоярский.